Притча Орел Курятники Знала бы она, что это за яйцо, бедная наседка и не подозревала, что оно орлиное. Вскоре появились цыплята, и одновременно с ними из яйца вылупился и птенец орла. Как же он отличался от остальных цыплят? Он был совсем другой и по своим размерам, и по окраске, и по строению тела. Мой цыпленок какой-то уродливый, с грустью заключила курица. Шло время. У Орленка возникло множество житейских проблем. Его крылья, клюв, когти, все продолжали расти. Это было действительно странное существо на птичьем дворе. Его неуклюжая походка вызывала смех даже уходивших в развалку уток. Когда он принимался клевать корм, у него ничего не получалось. Его клюв был явно не приспособлен для питания зернами. Сидя, как все куры на насесте, он испытывал мучения из последних сил, удерживая равновесие. Настал срок ухаживания. Но ни одна молодая курица не хотела быть рядом с ним. Они смеялись, когда этот странный чудак пытался подойти к ним и немного поболтать. А юные петушки все время норовили клюнуть его. За ним закрепились клички «Позор птичьего двора», «Крылатое чудовище» и «Ненормальный». Однажды он увидел высоко в небе красивую птицу. Она грациозно парила, широко расправив свои мощные крылья. Конечно же, все петухи и куры в ужасе попрятались под деревьями. И хотя юный орел поступил, как и все, он старался не потерять из вида ту удивительную птицу в небе. «Какая она красивая!» — прошептал он. «Столько силы и изящества! Столько грации в каждом взмахе крыльев, в каждом движении!» «Это орел! Самая могучая небесная птица!» — сказала курица-мать. «Как мне хочется быть похожим на нее!» — с умиранием сердца проговорил молодой орел. «Ну вот еще! Выбрось из головы эти глупости! Ты просто курица!» «Да еще, ко всему прочему, ненормальная!» — в сердцах проворчала мамаша. «Да, так оно и есть!» — с грустью промолвил ее сын. «Друзья, согласитесь, орел, постоянно принимающий себя за курицу, является собой жалкое зрелище. Когда слышишь подобные истории, так и хочется, чтобы кто-нибудь ворвался в этот затклый курятник, вытащил оттуда молодого орла, научил летать и сказал бы ему, что он не курица, а настоящий орел. Прошли годы, и этот жалкий орел, принимающий себя за курицу, так бы и умер от старости на птичьем дворе, если бы не одно чудесное событие. Однажды в вышине небес над куриным двором появился могучий, грациозный орел в поисках пищи. Паря высоко в небе, он уже был готов спикировать вниз, чтобы выхватить добычу пожирнее, как вдруг увидел то, что заставило его не поверить своим глазам. Среди куриц гулял и наш знакомый орел во всем своем великолепии. Но куры его совсем не боялись. Более того, иные задилистые петухи даже отгоняли его от молодых курочек. Царь птиц, забыв о еде, спикировал на куриный двор и приземлился рядом с молодым орлом. Тот, видя и слыша, что куры мечутся в поисках спасения от этого ужасного небесного монстра, как кричали они, припал к земле в надежде, что могучий орел не обратит на него своего внимания. Однако тот во мгновение ока приземлился именно рядом с молодым орлом. Боясь открыть глаза, несчастный забармотал. «Пожалуйста, позвольте мне вернуться к моим сородичам». Но мудрый орел схватил его когтями и поднял высоко в небо. Молодой орел даже и не пытался вырваться. Он без всякого сопротивления прощался с жизнью. И тут старый орел разжал когти и выпустил его. Молодой орел камнем полетел вниз, кувыркаясь в воздухе и роняя перья. Как вдруг, под воздействием силы мощного потока теплого воздуха, исходящего от земли, его крылья расправились, и он почувствовал, что падение прекратилось, и какая-то неведомая доселе сила поддерживает его. Он рискнул открыть глаза и увидел всю землю от горизонта до горизонта. Молодой орел увидел под собой и свой крохотный курятник, который раньше он считал всем миром. Старый орел грациозно спланировал поближе к нему и сказал, «Лети за мной». Они спустились на берег ближайшего горного озера, которое было как чистое зеркало. И молодой орел впервые увидел в воде свое отражение. Он был буквально поражен тем открытием, которое так внезапно ворвалось в его жизнь. Оказывается, он не курица. Он – настоящий орел. Это было внезапной трансформацией всего его сознания и понимания мира. В то самое мгновение, как молодой орел увидел, кто он такой и есть, из его груди вырвался громкий орлинный клекот. И вся долина эхом отразила его. Он никогда раньше так не кричал, потому что всегда считал себя курицей. И никогда в этом не сомневался. Старый орел, глядя на молодого, сказал, «Мой друг, моя миссия выполнена. Теперь все зависит только от тебя». Хочешь ли ты вернуться обратно в курятник и остаться курицей, птицей земли? Или пожелаешь отныне стать орлом, царем птиц и небесной птицей? Зависит от твоего выбора. Друзья, если смотреть поверхностно на вещи, то, казалось бы, курица и орел чем-то похожи. Ведь куры, как и орлы, тоже птицы. Однако это совершенно разные птицы. У них разные жизненные ценности, разные приоритеты и разное предназначение. У кур нет в жизни никаких целей. Они, приспосабливаясь ко всему, что их окружает, никогда и ничего в своей жизни не меняют. Орлы же ставят себе цели и создают то, чего желают достичь. В то время, как куры сосредотачиваются на трудностях и, критикуя обстоятельства, только кудахчут, орлы изменяют обстоятельства и, сосредотачиваясь на решениях, действуют. Куры говорят, я не могу себе этого позволить. Орлы спрашивают, что нужно делать, чтобы этого добиться. Курица смотрит только на то, что у нее под носом, и ее удел ковырятся в поисках жучков и остатков зерен в навозных кучах, ведь за нее все решает ее хозяин. Орел же парит в небесах для того, чтобы иметь широкий кругозор, что позволяет ему принимать те решения, которые обеспечат ему жизнь и будущее. Так кто же ты, курица или орел? Каково твое предназначение? На своем ли ты месте? И кто окружает тебя? Друзья, помните, что вы становитесь тем, кем вы сами себя считаете, кем хотите стать, и самое главное, что вы делаете для того, чтобы этого добиться. Всегда помните, что ваше окружение влияет на вас, на ваши мысли и ваш выбор, хотите вы того или нет. Если вы мечтаете стать орлом, тогда выбирайте окружение орлов и слушайте их советы, а не слова куриц. И последнее. В самой мудрой книге на земле написаны весьма важные наставления. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. С вами был канал Экклесиаст. Если вам понравилось это видео, поделитесь своими впечатлениями в комментариях под роликом. Поставьте лайк, и если вы на моем канале впервые, нажмите на кнопку подписаться. Вы найдете на канале множество интересного материала. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok